Боевики, действующие в интересах киевского режима, продолжают предпринимать попытки обострения ситуации. Отдельное подразделение вооруженных сил Украины нарушает перемирие, провоцируя военнослужащие армии ДНР на ответные обстрелы. Однако наше подразделение строго соблюдает режим тишины, не реагируя на преднамеренный провокат со стороны банк-групп украинских националистов и поддерживающих их командиров и воинских частей вооруженных сил Украины. Украинские преступники за прошедшие сутки 8 раз нарушили режим перемирия. Минометному и стрелковому обстрелу подверились населенный пункт Спартак и Старомихайловка. Огонь велся из района населенного пункта Красногоровка, вентиляционного ствола шахты Бутовка, с позиции 93-й отдельной механизированной бригады под командованием карателя Николюка. Также вчера из района населенного пункта Маренко под контрольной вооруженной силой Украины открывался огонь с применением стрелкового оружия, минометов и БТРов по Петровскому району, город Донецк. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает фиксировать факты грубейшего нарушения украинской стороной минских договоренностей. Вновь отмечены перемещения запрещенного вооружения и военной техники к линии разрешения сторон. Так, разведка армии ДНР установила переброску в населенный пункт Максимовка, 18,5 км от линии разрешения, 4 единиц САУ. Кроме того, в отчете миссии ОБСЕ за 14 сентября представители зафиксировали грубейшие нарушения украинских силовиков. В частности, выявлено отсутствие в установленных местах отвода тяжелого вооружения калибром свыше 100 мм, трех гаубиц 2А-65М-100Б и семи РСЗОБМ-21ГРАД вооруженных сил Украины. Указанные факты свидетельствуют о двуличии командования вооруженных сил Украины, которое лжет о соблюдении режима и взято на себя обязательства по отводу вооружения после февральских подписаний в минских договоренностях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok